Всем привет! Я Василиса Кошелева, специальный корреспондент журнала «Я пою». Сегодня мы находимся в парке «Сад Эрмитаж», где проходит день рождения Института современного искусства. Ему сегодня 25 лет. Мы будем брать интервью у многих звезд, которые учились и преподают в этом институте, такие как Сергей Пенкин, Наталья Подольская и Дмитрий Певцов. Я сегодня у них буду брать интервью. Здравствуйте, Дмитрий. Я Василиса, специальный корреспондент журнала «Я пою». Привет, Василиса. Я Дмитрий. Дмитрий, вы как ведущий? Как оцените сегодняшнее мероприятие? Почему вы сегодня здесь, в Саду? Только там что? Я оцениваю как ведущий, не знаю чего. Мне нравится. Мне кажется, что все произошло. Главное – погода такая. Ничего с неба не капает. Солнце. Очень много людей. И вот наши студенты четвертого курса под названием «Певча и Дрозды», они отработали четыре раза на разных площадках. И везде люди собирались, с удовольствием смотрели. И мне кажется, вообще очень много здесь хорошего, интересного. И праздник проходит хорошо. В чем, по-вашему, отличие ИСИ от других похожих есть? А, я забыл ответить, почему я здесь без Ольги Дроздовой. Потому что именно в настоящий момент она играет дневной спектакль «Три сестры» в городе «Герой Лондон» Британской СССР. Поэтому ее сейчас нет, она только завтра пролетит. А что же такое вопрос? В чем, по-вашему, отличие? А, ИСИ, чем отличие от других сцен. Мне кажется, институт современного искусства, он какой-то душевный, он какой-то теплый, домашний. И это происходит именно потому, что руководит Амберин на углу Сухолев. Потому что она такой человек, она не может по-другому. Она дает институту все. Время, здоровье, любовь, знания. И потрясающая, прямо с материнской заботой относится ко всем студентам. Я это чувствую по нашему курсу, как они нам помогают, начинают от любых административных. Но, не знаю, теоретических проблем, финансовых, каких угодно, она помогает нам решать, за что и низкий поклон. Многие считают, что профессия певца-актера – это тяжелый труд. И надо иметь еще одну в запасе. Что вы об этом думаете? Я думаю, что быть актером, ну, востребованным актером, действительно сложно, поскольку это требует очень много времени и сил. И иметь что-то в запасе, чтобы иметь что-то в запасе, нужно это время. У меня нет времени общаться с родным сыном, с сыном, со своей семьей и спать. Столько, сколько мне хотелось. Поэтому я не думаю, что можно сочетать профессию востребованного актера или певца с чем-то еще, с какой-то другой профессией. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь всем юным вокалистам и актерам. Всем юным вокалистам, актерам, вообще всем добрым людям. Я желаю Божьей помощи в добрых делах. Спасибо за интервью. На здоровье. Наталья, как вам сегодняшний концерт? Я очень рада здесь находиться. Хорошая погода. Самое главное – я встретила очень много знакомых людей. Приятно для меня, потому что в институте современного искусства я училась. И вот это такая студенческая атмосфера. Чувствуешь себя студенткой опять. Чем вам больше всего запомнилась учеба в ИСИ, когда вы были студенткой до УЗА? Больше всего мне запомнилась учеба в ИСИ ректором этого института в УЗА. Я просто обожала ее лекции. Это самые яркие лекции, которые были в моей жизни, от всей души говорю. И благодаря ей такой предмет, историю религии, которую она была в нашем курсе, оставила во мне, знаете, может быть, самый любой предмет. Но если его выдавать вот с такой любовью, с таким азартом, как делает Эрина Овановна, то он станет самым любимым. Даже такой предмет, как, да, политология. Как вы считаете, что самое трудное в профессии артиста? Не сломаться. Не сломаться на пути преграду, если ему успела. Это самое трудное. Как вы отреагируете, если ваш сын, когда вырастет, тоже захочет стать певцом? Поддержите его. Поддержу на сто процентов. Я очень хочу, чтобы Тёма был артистом. Я не вижу других для него вариантов. И уже сейчас нам всем кажется, что это точно будущий артист. Что бы вы могли пожелать всем читателям в результате, я пойду. Петь и любить этим сурматом. Спасибо за это. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Любовь Юрьевна, с каким настроением вы сегодня выступали? Ну, я выступала сегодня в качестве спикера, потому что пела сегодня моя ученица. А я выступала в качестве профессора этого вуза. Поэтому настроение у меня замечательное, праздничное. И тем более моя ученица спела очень хорошо, поэтому я очень довольна. И поздравляю еще раз институт с такой совершенно замечательной надпи, потому что 25 лет в наше время держать такой вуз – это большой поле. Как вы обычно настраиваете своих учеников перед выходом на сцену? Сегодня давно довольно прохладно. Не опасно ли певцам выступать при такой погоде? И что сделать, чтобы лезть от простых? Поделюсь. Конечно, когда прохладно, это не очень для здоровья голоса хорошо. Но тем не менее, мы все профессионалы. Мы должны петь в тех узлах, в которых мы находимся в данный момент. Поэтому распевка была сегодня. Естественно, в закрытом помещении с моей ученицей. Потом я ей сказала, вдыхать только носом, дышать, потом не дышать, не хватать воздуха. И я дала сегодня на выступление свою шаг, чтобы она закрыла именно самый главный наш орден, который мы все любим, полем и лелеем. Наш главный инструмент. И она сегодня с этой шагом выступала. И я думаю, что все будет в порядке. И потом, знаешь, есть когда на сцене такой антреологический актрин, да, когда ты выступаешь. Тебе всегда жарко. Тебе всегда тихонько. Ты не замечаешь этот инструмент. Потом опасно выступить. Да. Вы не только известные ледицы, но и преподаватели вокала. А как вы обычно чувствуете себя в роли хури в детских корпусах? По-разному. Если дети талантливы, если дети хорошо готовы. Если дети выбирают правильный репертуар для своего голоса. Или наоборот, что-то вдруг я слышу совершенно неожиданное, очень интересное. Например, из классики, как вышла на девочка. И спела по манеру из кальне. И это было великолепно. Она это сделала по-своему. Очень красивый платье с кастаньетом, с феером. Это было очень здорово. И я таких детей очень поощряю. Я им даю какие-то очень важные советы. Они приходят ко мне на мастер-классы. Я люблю, наверное, вождя много детей. Я люблю с ними общаться. Мне кажется, что если ты молодого человека сжёвка свечи, чиркнул спичкой, я говорю, мой педагог, и горит этот внутренний огонь и желание петь, они бы прекрасны. В каком из мировых театров вам больше всего понравилось петь? Какая у вас любимая оперная партия? У меня их несколько любимых. Во-первых, мой дебют был в Татьяне Евгении Онегине. Она так и осталась моей обожаемой партией. Я очень люблю Тревер, я очень люблю Тоску. Я обожаю Соломею, которая стала тоже моей визитной карточкой. Соломея Рихардна Штарус. Поэтому партий много. Я люблю сильных героиней, я люблю сильных персонажей. Я люблю характер. Я не люблю просто скулящих героинь, которые что-то модернизируют. Я люблю характер. Я люблю актерскую игру. Поэтому таких партий немало. И вот сейчас, в гордостью сказать, что, наверное, Соломея, Кармен и Татьяна это те партии, в которых мне хорошо. И я чувствую себя именно певицей, актрисой. А это Соломе. Что вы можете пожелать всем студентам из Си и читать на журнала «Я пою»? Во-первых, всем петь. Я не только жена, я на этом настаиваю. Когда человек поет, то раскрывается вся его душа. То раскрывается все его чакры. Он пышет, как я говорю, через космос. Отдыхает вот эту божественную энергию любви. Эту энергию космической музыки. Это как-то важно. Это, наверное, здорово. Потому что ты начинаешь себя по-другому чувствовать. Когда ты весь раскрыт. Когда эта музыка звучит в тебе. Ты по-другому смотришь на тебя. Поэтому всем желаю петь. Детям желаю учиться. Учаться музыке серьезно. И Евгению, и Санкт-Петербург, и Гармонии, и Фортепиану. Чтобы быть всесторонним, разве, и правильно. Чтобы в себе играть какие-то очень красивые вещи. А моему дорогому Институту современного искусства я хочу пожелать еще долгих-долгих-долгих лет. Пусть мы эти 25 квадратов в кубе отмечаем еще многие годы. И пусть институт прирастает. Науке таланта. Пусть профессорами. И вот эта творческая обзанутка, которая есть в этой работе, об УЗИ, чтобы она всегда была такой бурлящей и кипящей. Здравствуйте, институт современного искусства. Спасибо за интервью. Спасибо тебе. Сергей, почему вы приехали поздравить ИСИ? Потому что я выпускник ИСИ. В чем, по-вашему, отличие ИСИ от других похожих институтов? Ну, наверное, потому что там сильные педагоги. Хорошо преподают. Правильно преподают. Ну, я всегда ИСИ считаю на уровне гнезин. Многие считают, что профессия певца – это тяжелый труд. Надо иметь еще одну в запасе. Что вы об этом думаете? Ну, в принципе, любой профессии тяжелая. Поэтому надо просто любить своей профессии относиться к ней. С большой любовью. И тогда все будет хорошо. Сергей Михайлович, расскажите в том словах о своей школе. Ну, я хочу сказать, что в моей школе уже два года. У нас есть выпускники, которые завоевывают призовые места уже не только наше стране, но и за границей. Поэтому приглашаю всех, кому будет интересно, учиться правильно, хорошей музыке. Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь всем ютубокалистам и актерам. Я желаю любить свою профессию, быть профессионалом, личностью. И не быть шаблонием, а быть индивидуальностью. Желаю вам этого. Сергей, мы вас поздравляем с получением степени магистра. Спасибо. Спасибо за имя. Спасибо, спасибо. 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 Спасибо.